Празднуют первую годовщину, 27 марта, день войск Национальной Гвардии России, на праздничном построении, побывал мой коллега Антон Скальк. Обеспечивать безопасность граждан, бороться с терроризмом, охранять важные государственные объекты – вот основные задачи бойцов Национальной Гвардии России. Более века подобное подразделение считалось расформированным, но год назад лично президент страны Владимир Путин подписал указ о воссоздании войск Национальной Гвардии. Согласно этому указу вошли внутренние войска и ряд структурных подразделений из Министерства внутренних дел. Это подразделение специального назначения СОБР ОМОН-Авиация, подразделение разрешительной работы, вневедомственная охрана. 84 отделения Национальной Гвардии по всей стране. Одно в нашем регионе. Сколько всего человек в составе подразделения в Алтайском крае и их имена засекречены. Нам приоткрыли завесу и показали, как бойцы Росгвардии отрабатывают задачи по охране граждан и борьбе с терроризмом. Охрана первых лиц государства, подавление огня, банформирование и задержание особо опасных преступников. Вся демонстрация заняла не более 15 минут. После глава Алтайского отделения Росгвардии Александр Мауль вручил очередные воинские звания отличившимся сотрудникам. А также отметил почетными грамотами, цитирую, за оперативность освещения работы и повышение престижа представителей средств массовой информации. В том числе и директора нашего телеканала Ольгу Пашаеву. В наших программах, эфирах, газетах всегда найдется место для того, чтобы рассказать о вашей работе. И, конечно же, мы всегда с особым трепетом делаем материалы о тех, кто выполнил свой долг и уже не с нами. Спасибо вам и с праздником. Спасибо. Закончилось праздничное построение в День Национальной Гвардии России в нашем регионе минутой молчания. В память о сотрудниках погибших при исполнении служебного долга. Антон Скаль, Антон Червяков. Новости. Новости.